Приветствую вас. Вот знаете, если вы позволите, я перескочу-перескочу немножечко вот то, что вы написали. То есть речь идет о том, что вы познакомились с мужчиной, никогда его не видели в живую, значит, хотели к нему приехать, но вот не получалось. Не получалось по какой-то причине к нему приехать. И сейчас, когда вы все проблемы решили и готовы к нему, собственно, приехать, он говорит, что вы его просто использовали, то он для вас запускной вариант и так далее. Вы знаете, в этой ситуации, во-первых, не очень понятно, о какой Светлане идет речь. То есть к кому вы обращаетесь, говоря о своей проблеме. Это первое. И второе, о чем также, на мой взгляд, стоит упомянуть, это то, что мужчина, по-хорошему, мог бы и сам к вам приехать, рады или нет, а он почему-то к вам не приехал сам. И возникает, собственно, почему он к вам приехал сам. Что ему не позволило это сделать? Значит, это, пожалуй, наверное, первое, о чем я хотел бы сказать вам. Далее. Далее есть такой вот феномен, когда чего-то очень долго ждешь, и это, знаете, наконец происходит. И когда это все-таки происходит, то уже вроде как этого так сильно не хочется. Бывает так, что чего-то очень долго ждешь. Бывает так, что чего-то очень долго хочешь, но происходит такая ситуация, что это наконец наступает, и когда это наступает, возникает страх, что то, к чему так долго стремился, наконец-то свершится, и дальше будет будет непонятно что, неопределенно будет дальше. И по всей видимости с вашим мужчиной именно такая ситуация и произошла. То есть человек очень сильно хочет вас увидеть. Человек очень сильно хотел вас увидеть. И правда заключается в том, понимаете, что когда он хотел вас увидеть, у него было очень сильное желание это сделать. А когда вы уже сказали, что, собственно, вы приезжаете, все, то, соответственно, он уже сам может быть даже боится, боится того, что вот может быть, может быть, все будет не так, как вы рассчитывали. То есть в этом контексте мне не очень, на самом-то деле, понятно, почему вы так переживаете, к какой помощи вы хотели бы вот нас, какой помощи вы хотели бы вот экспертов. Ну вот смотрите, вам действительно сейчас очень сложно, вам действительно сейчас очень тяжело, вам действительно трудно и я это очень хорошо понимаю. Но и вы поймите, что отношения на расстоянии всегда очень трудно и если вы все-таки приедете к нему, то вы тем самым докажете, что мужчина ошибался как минимум. Или хотя бы, или хотя бы, или хотя бы, или хотя бы, проверите то, насколько действительно он серьезно настроен по отношению к вам, допустим. Понимаете? То есть ситуация, ситуация здесь именно такая, ситуация здесь именно такая, что вы сейчас в состоянии неопределенности. И вот это состояние неопределенности, которое у вас есть, его нужно просто напросто ликвидировать. ликвидировать. И ликвидироваться оно, к счастью или к сожалению, только через выбор. И именно этот выбор вам нужно сделать. И вполне вероятно, что вы, может быть, и не станете счастливее от этого выбора, но по крайней мере, по крайней мере, если мы с вами не говорим именно о выборе, если мы с вами говорим именно о том, что вас ждет, что вас может ждать, то вы этого сегодня узнаете, пока не будет сделан этот самый выбор. Я думаю, что именно так можно ответить на ваш вопрос. Я надеюсь, что вы примете верное решение, надеюсь, что вы преодолеете этот тяжелый период, и все-таки, сделав свой выбор, придете к тому, что вас ждет. Либо это будет счастье с этим мужчиной, либо нет. Но я хотел бы, чтобы вы подумали как следует о том, почему этот мужчина не приехал к вам вот за все это время, что вы хотели к нему приехать. Но если он так хочет увидеть вас, то почему он сам не мог приехать. Почему он, например, не оплатил вам переезд. Почему он не помог вам. Вот это все, знаете, не очень понятно. И я надеюсь, что вы эти моменты для себя разрешите. И тогда ваша просьба, которую вы, по сути дела, озвучиваете, она в первую очередь вами будет восприниматься немножечко по-другому, не говоря уже про остальных. Я желаю вам удачи, я желаю вам всего доброго. Если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Если у вас остались вопросы, то пишите в личку, я вам помогу. Всего доброго.